Привет, друзья! Для улучшайзинга в женском арсенале есть много патронов разного калибра. Стильный гардероб, косметика, дорогие украшения и бижутерия – всё это переменные одного уравнения, правильно сопоставляя которые девушка может произвести впечатление на любого мужчину. Но в эту формулу часто забывают добавить ещё один, казалось бы, непричастный к женской красоте предмет – фен. У мужчин всё просто – врубил на полную катушку, высушил волосы и ушёл по делам. Оттого представители сильного пола часто приходят в недоумение, когда их дамы часами выбирают простой прибор для сушки волос, придирчиво сравнивая характеристики и функции разных моделей. На деле же столь щепетильный подход более чем оправдан. Факт. Чем больше мощность, тем интенсивнее поток воздуха и тем быстрее сушка. Профессиональные модели, выдающие более 2 кВт, используют преимущественно в салонах красоты. С их помощью можно быстро высушить даже длинные волосы, но нужно понимать, что в данном случае сушкой занимается опытный стилист, применяя при этом профессиональные расчёски и своевременно переключая потоки холодного и горячего воздуха. Другое дело, если мощный фен используется на дому. Без должного опыта сделать нормальную укладку вряд ли удастся, но получить на голове бесформенное гнездо очень даже можно. К тому же, при постоянной сушке феном с высокой мощностью волосы становятся сухими и ломкими. От нашей редакции мы посоветуем выбирать фен с возможностью регулировки скорости потока, температуры и холодным обдувом. В продвинутых моделях фенов верхний слой решётки на выходе выполнен из турмалина. Это минерал, который способствует высвобождению ионов с отрицательным зарядом. Благодаря ионизации воздушной струи статическое электричество нейтрализуется. За счёт этого волосы становятся менее сухими и ломкими при регулярном окрашивании и сушке горячим воздухом. Снижается активность сальных желёз и упрощается укладка при сушке на высокой мощности. Поскольку фен работает с горячим воздухом, его корпус должен изготавливаться из стугоплавких материалов. Ещё один важный критерий – длина сетевого шнура. Если розетка сильно удалена от зеркала, короткий провод не подойдёт. Вес тоже имеет значение. Сушка на медленной скорости с укладкой тем более. Если волос длинный и густой, то это может занять 20-25 минут. Если фен тяжёлый, придётся делать перерывы, чтобы рука отдыхала. Итак, редакция MyGadget проанализировала рынок бытовой техники и отобрала 9 фенов. В рейтинг вошли как популярные модели, так и те, которые ещё неизвестны в России. Но, по нашему мнению, вскоре себя проявят. Открывает модель Supersonic от британской компании Dyson. Это фен на 1600 Ватт с двумя насадками, диффузором и концентратором, функцией ионизации, тремя режимами скорости, четырьмя температуры и функцией холодного воздуха. Его вес составляет 618 грамма, длина шнура 2,7 метра. Dyson Supersonic не самый популярный фен. Вероятно, многим сложно преодолеть психологические барьеры, отдать за бытовой прибор для сушки волос 25-30 тысяч рублей. А те, кто всё-таки купил его, жалуются на сильный нагрев и, несмотря на ионизацию, пересушенные волосы. Далее по списку маломощный Brown S530 с насадкой-щёткой, который мы рекомендуем рассмотреть как вариант дорожного фена. Это лёгкий прибор с сетевым шнуром длиной в 2 метра, двумя уровнями мощности, функцией подачи холодного воздуха и пара увлажнения. Сушит он медленно, но не пересушивает и хорошо справляется с вьющимися волосами. Brown S530 комплектуется только одной несъёмной насадкой-диффузором. Она крепится при помощи защёлки из хлипкого пластика. Если уронить фен и защёлка отломается, использовать прибор будет невозможно. Восстановить конструкцию тоже не получится, поскольку ни один клей не сможет держать деталь под воздействием высоких температур. Цена на это устройство от 3000 рублей. Есть модификации по цене 5-6 тысяч рублей с дополнительными насадками. Raventa CF9520 – ещё один маломощный фен, но с функцией ионизации. В нём предусмотрено 3 режима температуры и 2 уровня регулировки воздушного потока. Длина шнура 1,8 метра, а вес 450 грамм. Фен Raventa CF9520 оснащён двумя насадками-щётками диаметром 40 и 50 миллиметров. Насадки мягкие и не портят волосы. Они хорошо подходят для создания прикорневого объёма, но плохо справляются с завивкой концов. Кроме этого, есть функция автоматического вращения, но при большой длине её лучше не использовать, так как вы рискуете спутать и порвать волосы. Цена на это устройство от 4000 рублей. Scarlett SC HD70i40 – один из самых интересных участников нашего рейтинга. Это фен мощностью 2200 Вт. Модель поставляется с одной цилиндрической насадкой-концентратором, а длина сетевого шнура составляет всего-то 1 метр, что крайне удобно. Зато на количество режимов производитель не поскупился. 6 для регулировки воздушного потока и 8 для температуры. Кроме этого, есть ионизатор. С мощностью в 2200 Вт, в режиме на максимуме он сильно шумит. Вес – 500 грамм. Цена на него – от 2500 рублей. Дальше по списку ещё один высокомощный фен с функцией ионизацией, с шестью режимами регулировки скорости воздушного потока и температуры. Весит он 540 грамм. Длина сетевого шнура – 2,8 метра. В комплекте две насадки-концентратора с размером сопла 6х60 и 6х75 миллиметров. Вроде бы приятный бонус, но разницы между этими насадками особой нет. На наш взгляд, было бы полезнее вместо второго концентратора добавить в комплект насадку-диффузор. Цена на это устройство – от 3500 рублей. На четвёртом месте фен от компании «Филипп» с мотором мощностью в 2200 Вт, ионизатором, режимом холодного воздуха, тремя уровнями температуры и двумя для регулировки интенсивности обдува. В комплекте две насадки-диффузор и концентратор. Длина шнура – 1,8 метра. Вес – 600 грамм. Мы не обнаружили явных функциональных недостатков у этого фена, поэтому обратились к отзывам на площадке «Айрекоменд». Там люди говорят о том, что диффузор не завивает прямые волосы ни на йоту, что он из-за гладкой поверхности выскальзывает из рук, и то, что он огромный и тяжёлый, так что болит рука его держать. Заметим, что подобные отзывы единичны, поэтому не стоит воспринимать их как истину в последней инстанции. Цена на устройство – 2500 рублей. Тройку лидеров открывает модель от китайской фирмы Xiaomi. Не удивляйтесь, они умеют делать не только дешёвые качественные телефоны, но и другую потребительскую технику. Это компактный, в меру тяжёлый, достаточно мощный фен с магнитной насадкой-концентратором, подходящий и для домашнего использования, и для поездок. В нём предусмотрена функция ионизации, две скорости воздушного потока, также есть три режима температуры – горячий, холодный и, самые интересные, чередующие горячие и холодные потоки, что позволяет быстро просушивать волосы, не разрушая их структуру. Цена на этот фен от 3000 рублей. Фен Моузер 4350-0050 с мощностью в 2200 ватт, с ионизацией и режимом холодного воздуха занимает вторую строчку нашего рейтинга. Чем же он примечателен? Вес составляет 510 грамм. Это не самая лёгкая модель, но распределён он таким образом, что запястья не устают даже при сушке в 15-20 минут. Для переключения режимов на корпусе установлены не бегунки, а кнопки, и это, на наш взгляд, удобнее. Также предусмотрено три режима нагрева и два для регулировки интенсивности потока воздушной струи. Длина сетевого шнура 2,8 метра. В комплекте две насадки-концентратора диаметром 75 и 90 миллиметров. Цена на устройство – 3000 рублей. Еще неизвестный в России, но пользующийся бешеной популярностью в Европе и США, Wazer третьего поколения занимает первое место в нашем рейтинге. Этот фен оснащен мотором, выдающим мощность в 1875 ватт и функцией ионизации. В нем предусмотрено две скорости потока воздуха, два температурных режима и функция холодного воздуха. Вес – 455 грамма, длина сетевого шнура – 2,65 метра. С подобными параметрами есть немало фенов на российском рынке, но интерес к этой модели у нас возник, поскольку его позиционируют как один из самых тихих на рынке. Сравнив Wazer третьего поколения с другими полноразмерными участниками рейтинга, выдающими плюс-минус такую же мощность, мы с удивлением обнаружили, что он действительно работает тише. Для человека с чувствительным слухом это может стать определяющим фактором. Цена на него – от 3000 рублей. Также хотим напомнить, что все интересные обзоры и рейтинги можно посмотреть на сайте mygadget.ru.com. Ссылка есть в описании к этому видео. Ну а на этом все. Если этот обзор был для вас интересным и полезным, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь видео со своими друзьями, ну и не забывайте подписаться. А если мы несправедливо обошли ваш любимый фен стороной, пишите об этом в комментариях. Каким феном вы пользуетесь и все ли вас устраивает. Большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok